Вообще, эта война, я вот хотел обратить внимание, эта война, судя по всему, судя вначале по безуспешным попыткам российской стороны взломать украинскую оборону весной и по безуспешным нынешним попыткам украинских войск взломать российскую оборону, можно сказать такую вещь, что эта война, возможно, нарисовала новый позиционный тупик. Есть такое выражение историческое, наверняка многие наши подписчики о нем слышали, позиционный тупик. Он впервые в Первую мировую проявился, когда началась война, 1914 год, все армии мира, там русская, немецкая, австрийская, французская, браво, ломанулись по канонам 19 века наступать. Был такой период маневренной войны, который закончился к концу 1914-1915 года, просто потому что стороны уперлись в окопы с колючей проволокой, скорострельной артиллерии и пулеметами. И выяснилось, что невозможно, ну можно, но очень дорого стоит, каждый метр продвижения это тысяча человеческих жизней, да, то есть ты можешь сконцентрировать артиллерийский огонь в узком месте, разгромить там все окопы, прорваться, но тут же резервы подошедшие других направлений тебя блокируют. Больше трех лет искали выход с этого позиционного тупика, кстати, вот русский генерал Брусилов, один из тех, что он нащупал, говоря Брусиловского, там Лилудского, как его называли, в начале прорыва в 16-м году перспективу, да, в конце концов западные союзники в 18-м году нашли из него выход, да, а Вторая мировая война дала ответ, покончила окончательно с позиционным тупиком за счет появления танковых войск и авиации, массированного применения. А сейчас у нас новый позиционный тупик, с чем он связан? Есть такое понятие, туман войны, fog war, да, то есть ты не знаешь, где находится, не все знаешь о противнике, противник не все знает о тебе, и поэтому есть возможность скрытно сосредоточить резервы, ударный кулак, прорвать оборону. Но если ты воюешь с равным противником, у него у тебя висят там спутники, у Украины-то это американские спутники, у нас там свои, а сейчас видимо идет обмен с китайскими спутниками, висят самолет-разведчики, ты видишь все практически. То есть 95% информации о противниках, где он стоит, какими силами, куда он едет, как он двигается, у тебя есть, да. Как прорывать фронт в таких условиях? Вот ты начинаешь сосредотачивать силы, а по ним в условиях господства дальнобойной артиллерии все это срывается. Только ты собрал какую-то массу войск для прорыва, бах, накрыли дальнобойными РСЗО и все разбитали. Вот, и малыми группами нельзя прорывать эшелонированные обороны. В итоге у нас подключается новый позиционный тупик. Как он будет проделиваться, пока непонятно. И, соответственно, понятно, он будет преодолен как-то, но вот военная мысль должна дойти до того уровня, чтобы его как-то преодолеть. Может, через месяц найдут, как его преодолевать, может, через год, а может, пока не найдут в эту войну. Вот, пока мы видим классическую ситуацию Первой мировой. Обороняющийся находится в более выгодном положении, чем наступающий. Если обороняющийся действует грамотно, если принять за основу, что и та, и другая страна действуют рационально и руководство ими осуществляется грамотно, то преимущество больше у обороняющихся. То, что мы сейчас видим, да. Если с той, с другой стороны мотивированные войска, технически оснащенные, вот так вот и происходит. Ну, этот новый тупик, как я уже сказал, будет преодолен. Вопрос только вот так и когда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...